Наверное, нужно каждый пример в отдельности рассматривать. Ложь, я считаю, не меняет свои субстанции. В Библии написано, что ложь — это грех. Не обманывайте, не обманывайтесь. Лгать. Но ведь сказать можно всегда по-разному. К примеру, один пастор, у него жена заболела, и одна женщина в церкви решила пастору сделать приятной его семье, его детям. Она приготовила дома обед и в воскресенье после богослужения принесла готовое и говорит, пастор, я знаю, что вам обед, придете домой по собранию, покушаете. Они пришли домой радостно, не надо готовить, заказывать пиццу, разложили все на стол, стали кушать, а оказалось, что там испортилось. В общем, им как-то не понравилась еда. Они вот в одноразовую посуду собрали и выбросили. В следующее воскресенье женщина подходит и говорит, ну как? Как вам еда? Это лучшая еда, нравится моему мужу больше всего. Пастор такой, опа, чего же ей ответить? Скажем, что выкинули, да, вот обидится. Скажем, что съели, соврем. И он такой, говорит, знаешь, дорогая сестра, за всю историю нашей семьи, за всю историю, говорит, еда со стола так быстро никогда не исчезала. И всегда можно найти способ, как поговорить с людьми, сказать им правду. Я думаю, что этически правильно говорить правду. Если мы солгали во спасение, ну я не знаю. В Библии, конечно, есть истории, когда Рав спрятал у себя там людей и сказал, никого, говорит, у меня нет. Там эти повивальные бабки, которые принимали роды, они говорили, нет, все здоровы, мы бы еще, говорит, прийти не успеем, они уже все разродились, мы ничего не успеваем сделать. В нашей «Современнике», да, все, наверное, видели фильм «Список Шинлера», там он вообще направо и налево врал, там, но он спасал людей. И, наверное, нужно рассматривать каждый отдельный случай. Вот, поэтому так сложно дать общий ответ на этот вопрос. Но ложь, она зло. Потому что чуть-чуть там… Это же ведь проявляется по-разному. Вот тут ты спросил мне, сколько я вешу, да? Вот, к примеру, я вешу 106,8, да? 106 килограмм – 800 грамм. Но я тебе не скажу про 800 грамм. Я как бы буду округлять в меньшую сторону, потому что тогда я буду выглядеть лучше. Понимаешь? Чуть-чуть ты приврал, и она уже потом развивается, развивается, и истина, я думаю, должна идти перед дружбой. Она выше, истина, она выше. И если ты даже теряешь что-то сейчас, вот в данный конкретный момент, то в будущем ты все равно приобретешь твой вес, твоего слова, да? И ты, если сказал так, так и есть, то тебе можно доверять или нельзя доверять? Не знаю. Врал ли я? Конечно, врал. Вру ли я сейчас? Бывает. Но я это делаю не так, что я сижу, знаешь, и планирую. Так, сейчас кому бы соврать? И как я это совру? Но это просто наша греховная природа, она вот просто прет наружу. Я ловлю себя на этом постоянно. Я жене вру, она мне говорит, ты через сколько приедешь? А я знаю, что я уже поздно еду. Ну, через полчаса приеду. На самом деле приеду точно минут через 45 или 50. Потом я думаю, зачем я это сказал? Все равно приеду через 50 минут. Домой приеду, жена скажет. А что ты сказал через полчаса? Приехал через 50 минут. И все равно плохо. Будем милостивы к тем, кто врет. Будем стараться сами не врать.